В эту небольшую комнатку жители Березняков каждое воскресенье приходят на молебен. Здесь можно поставить свечи, подать записки о здравии и о упокоении, побеседовать со священником. Молельная комната в здании, предоставленном племптицезаводом смена, появилась в июне 2019 года. Выделил это помещение нам Анатолий Анатольевич, директор племптицезавода. Большое огромное ему спасибо. Оно, хотя и не очень-то большое, но стараемся как-то немножко его благоустроить, стараемся, чтобы люди приходили сюда, чтобы как-то почувствовали тепло такое молебное. Но единственное, что проблема, что оно не отапливаемое, это помещение. Вот сейчас пользуемся обогревателями, перед молебеном включаем. Вот начнутся большие морозы, конечно, мы не знаем, как мы тут будем. В тесноте да не в обиде. В молельной комнате обычно собираются около 15 человек. И прихожанам зачастую не хватает места, приходится стоять в коридоре. На молебен приходят в основном пожилые люди. Ближайший храм находится в селе Дерюзина. Местные жители рассказывают, что добираться до него тем, у кого нет личного автотранспорта, два часа. Это несколько остановок на автобусе и три километра пешком. Для бабушек, дедушек и семей с маленькими детьми это настоящая проблема. И вот недавно появилась надежда на то, что храм, которого в Березниках никогда не было, появится в шаговой доступности. Что нужно для этого сделать, обсуждали неравнодушные жители в Доме культуры юности. У них получалось. Сейчас к нам по воскресеньям приезжает отец Игорь, отец благочинный. Он проводит молебны или присылает своих священников. И люди идут. И вы знаете, я когда смотрю на этих людей в глаза им, я вижу, как они радуются тому, что у них появилась возможность хотя бы на молебен прийти. Молебны и панихиды – это в основном все, что мы можем провести в этом помещении. Потому что для того, чтобы проводить церковные таинства, а самое главное таинство – это литургия, причастие, необходим сам храм. Конечно, можно переоборудовать и то помещение, которое у нас есть, но это тоже немалые средства, чтобы все это сломать. Допустим, лишние стенки, это помещение возвести, новые и так далее. Но сегодня нам предлагают привезти в поселок временный храм. Деревянный храм, который находится в Алтуфе, в городе Москва. Вот храм, деревянный временный храм в честь священномученика Иоанна Рижского, который, в принципе, священники этого храма готовы нам отдать на безвозмездной основе. Единственное, что нужно сделать, это разобрать, перевезти сюда и здесь его собрать. Мы не можем сейчас, например, найти 660 тысяч для того, чтобы привезти сюда деревянную церковь и поставить на время строительства храма, поставить эту церковь у нас на территории, чтобы те, кто захочет, могли бы посещать церковные службы. Местные жители хотят, чтобы недалеко от дома была возможность крестить детей, венчаться, провожать близких в последний путь по православным традициям, причащаться в воскресные и праздничные дни, а то и просто зайти поставить свечку перед экзаменом или другим важным делом. Этот вопрос в нашем поселении, он давно муссируется, не один год. Еще отец Николай, настоятель церкви, нет, когда он еще в Бужаниново был, значит, он неоднократно ко мне приходил и говорит, я готов, давайте сейчас начнем фундамент копать. Я его всегда останавливал немножко, потому что и всем хочу пояснить, с чего вообще должно начинаться это. Это первое, это правоустанавливающие документы на земельный участок, где будет построено то или иное сооружение. Шло формирование генерального плана поселений. В то время каждые 12 поселений имели свои генпланы, свои правила землепользования, застройки ПЗЗ. И нам удалось отстоять, значит, в главе архитектуры Московской области, отстоять вот этот вот участок, где сейчас крест, да, ну, где мы определили, и определили на генплане это место, и в правилах землепользования это все прописано. Ну, я тоже православный человек. Я считаю, что наши местные жители, они достойны этого храма. Они будут его посещать обязательно. По поводу инициативы жителей Березняков уже слышатся скептические заявления из серии «Лучше бы решали проблему с вывозом мусора и отоплением». Не хлебом единым жив человек, отвечают верующие. Они на собственном опыте знают, что духовная пища придает сил, в том числе и для решения житейских бытовых проблем. Мы заботимся о своем теле. Что-то заболит у нас, мы идем в больницу, мы лечим. В больнице много разных кабинетов, много разных терапевтических там процедур. Вот лечим, заботимся о теле. Но забываем о том, что тело, оно временно, душа вечно. И поэтому лечить надо, болеть может не только тело, болеть может и душа. Я, как работник культуры, тоже сталкиваюсь с проблемой на селе. И сейчас, разрабатывая закон о культуре Российской Федерации, там самый главный момент говорит о том, что культура и достижения культуры, и вот все сокровища должны быть доступны для каждого жителя нашей страны. Что все учреждения культуры должны быть в шаговой доступности. Только тогда это принесет какой-то значимый результат. И то, что я просто переношу это сейчас уже и на церковные, такие требования духовные, что тоже все должно быть в шаговой доступности. Потому что очень правильно сказали, что это лекарство для души. Если мы, как работники культуры, воспитываем, творчески развиваем людей, даем возможность как-то жить дальше в жизни, развивая свои творческие способности, моральные, эстетические качества. А духовные идем куда? Идем в храм. Конечно же, храм нужен, тем более, что давно об этом уже идет речь. И первые такие, скажем, шаги, они настойчиво предпринимаются. И нет никакого сомнения, что, конечно же, храм будет. В Березняках есть место для храма. В Москве есть деревянный храм. Местные жители готовы принять его в дар. Для тех, у кого есть желание и возможность помочь в благом деле, сообщаем реквизиты банковского счета, которые опубликованы также на сайте телеканала «Тонус» и в социальных сетях. Все те, кто посещает нашу эту малейную комнату, или кто еще только собирается, чтобы у вас был настрой. Сейчас пока не получается у нас с храмом. Все равно будем верить, что Господь нам поможет, и храм будет построен, будет здесь поставлен. А сначала поставлена будет эта деревянненькая церковь, которая станет, я считаю, одним из самых притягательных мест для наших детей, живущих здесь в поселке. Любовь Лукашина, Владимир Жданкин. День города.